Лепейн сожалеет, что Россию не позвали на памятные мероприятия в Нормандии. 17.45. РИА Новости, Михаил Клементьев, президент РФ Владимир Путин и лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Лепейн во время встречи. РИА Новости, Михаил Клементьев. Президент РФ Владимир Путин и лидер политической партии Франции «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции Марин Лейпень во время встречи Архивное фото Париж, 6 июня РИА Новости Лидер французской партии «Национальное объединение», бывший «Национальный фронт» Марин Лейпень выразила сожаление в связи с тем, что Россия осталась в стороне от торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине высадки союзников в Нормандии Сегодня мы чтим память молодых солдат, павших за нашу свободу 75 лет назад, а также память всех участников французского сопротивления И все же вызывает сожаление то, что Россия, которая заплатила высокую цену, не привлечена к участию в церемониях, написала Лейпен в своем аккаунте в сети Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что приглашение на памятные мероприятия в Нормандии по форме и содержанию не предполагало направление официальной делегации из Москвы Россия будет представлена дипломатом посольства в Париже 8 часов Провал пятилетки Почему Путина и Зеленского нет на праздновании во Франции Как сообщалось ранее, приглашение президенту РФ на торжества в Нормандии не направлялось, поскольку французская сторона представлена на уровне премьер-министра В Елисейском дворце пояснили, что по сложившейся традиции торжественное мероприятие в круглые даты, например, по случаю 70-летие, проходит при участии главы государства Тогда как на 75-летие присутствует глава правительства Франции В администрации французского премьера Матиньонском дворце не ответили на вопрос РИА новости о том, направлялось ли приглашению к главе российского правительства В то же время, в посольстве РФ в Париже заявляли, что Россия получила циркулярную ноту с приглашением на торжества Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников В рамках этих мероприятий он провел две беседы с президентом США Этот пост тогда занимал Барак Обама Нынешний президент США Дональд Трамп, в свою очередь, прибыл в Нормандию Чтобы принять участие в двусторонних франко-американских мероприятиях Посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск во Франции Восемь часов горячий берег Как союзники высаживались в Нормандии Восемь часов горячий берег